Это программа «Игра в классике». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. 3 августа. День памяти Александра Исаевича Солженицына. Семь лет назад он ушел из жизни, но споры о нем до сих пор не утихают. Наоборот, лишь нарастают. Солженицын, возможно, одна из самых многомерных, противоречивых и ярких фигур в русской литературе 20 века. Да и в политике тоже. Слишком много ему не могут простить и, вместе с тем, за много ему благодарны. Да уж, Солженицын всегда стоял особняком, стоял сам по себе, этакой такой огненной глыбой. Данное слово я использую не случайно. Ведь из-под глыб именно так назывался запрещенный в Советском Союзе сборник статей, где помимо текстов Александра Исаевича были тексты Игоря Шафаревича, Вадима Борисова и других. Шафаревича рекомендую отдельно. Сначала Солженицын бился с нацистами на войне, после с коммунистами, затем с западными идеологами. И, наконец, вернувшись в Россию, бился уже с новыми ельцинскими гайдаровскими демократами. И нигде не был своим. Да уж, в черно-белом веке подобное сводобомыслие есть непростительная ошибка и воинствующая храбрость. Но во многом именно этим Солженицын и велик. Тем, что став диссидентом, хотя мне не нравится это слово, давайте говорить так, став борцом, он оставался им до конца. Ведь, смотрите, уехав в США, уехав в статусе, ну, я не знаю, рок-звезды, человека, известного на весь мир, он мог жить спокойненько, жить в своем Вермонте, читать лекции в западных университетах, плескаться, как радужная форель в Ниагаре, в Славе и даже, может быть, в богатстве, или просто запереться ото всех, точно русский селинджер. Взамен от него просили лишь одного. Он должен был гнуть антисоветскую, а по факту антирусскую деятельность. Но он не согласился. Ведь, что бы там ни говорили, но Солженицын, я сейчас ни в коем случае не обеляю, но Солженицын боролся не против России, он боролся против коммунизма. А если расширять, то против всего того, что съедало внутреннего русского человека. С одной ремаркой, как Солженицын понимал русского человека, то есть в его понимании. Поэтому в эмиграции, выходя на трибуны в Стокгольме, Нью-Йорке, Лондоне, Александр Исаевич рассказывал, как жить не по лжи, уже не советским, а западным людям. Он осуждал уже их образ жизни, их ценности, их золотых идолов. И вот этого ему простить не смогли. В отличие от Иосифа Бродского, Солженицын не стал образцовым американским чиновником. И в итоге вернулся в Россию, выдавленный Западом, который еще недавно, десятилетиями раньше, принимал его с великими почестями. То есть он въехал в США пророком, а уехал изгоем. В сияющем ореоле Солженицын вернулся и в Россию. Однако и тут его не приняли. Ну, смотрите, к примеру, после возвращения в Россию Солженицын был запрещен на российском телевидении. Да, его позвали выступить в Государственную Думу, но смотрели на него, как на Петрушку. Тот же Гайдар, Егор Гайдар, насмехался над ним. Да, Солженицын окончательно обособился ото всех в той России 90-х, когда не принял орден, государственную награду из рук Бориса Ельцина. Да, невозможно простить фразу Солженицына о том, что на Советский Союз нужно сбросить ядерную бомбу. Тут, правда, надо заметить, что есть разные версии, что говорил он это или не говорил. Но если говорил, то простить такое, конечно, невозможно. Однако невозможно отрицать тот факт, что Солженицын всегда отстаивал свои принципы, свои идеи, свои идеологи, если угодно. Не знаю, ложные или правильные эти были принципы, но тут каждый рассудит сам, но не уважать Солженицына за его бесстрашие, за позицию невозможно. Он относится к тому редкому типу писателей, и это особенно важно, которые перерастают литературу и создают нечто вроде своей идеологии. Не только в текстах, но и во всех сферах. Идеолог. Вот главное определение для Солженицына. Абсолютно самодостаточный, независимый, ну, насколько в принципе можно быть независимым, в этом лучшем измерился. Есть еще одно очень точное определение для Александра Солженицына. Это зодчий или архитектор. Действительно, Солженицын создал свою архитектуру. Архитектуру мысли, текста, слова, жизни, судьбы. Это было титаническое выстраивание сначала себя, текста, а после и страны, мира вокруг. При этом очень часто зодчество принимало обратные разрушительные формы. Тогда Александр Исаевич крушил и коммунизм, и капитализм, и глубинное русское. С которым, к слову, весьма и весьма резонировал. Это видно и по его художественным произведениям, где Солженицын строит сначала дома, города, а после создает и новые измерения, тесно переплетая их друг с другом. Отсюда и бесконечная лингвистическая игра Солженицына. Ведь только у него можно встретить такие слова и выражения, как сейчас рискую, произнося это, «ярыжливая посольщица» или «бесомныжничащая поблудилище». Ну вот как это выговорить, да? Такие словечки встречаются только у Солженицына. И на самом деле они ни в коем разе не украшают, а скорее перегружают текст. Но это сделано намеренно. Ведь Солженицын доводит до максимального предела формулу, максимум, что человек – это стиль, а автор – это язык. И вот действительно, практикуясь в этом, долго практикуясь, Солженицын взбирается на самую вершину. Но фокус в том, что там он остается абсолютно один. Некому его слышать. Так вот, то, что сейчас у нас есть, общественно-косударственный строй, это слияние номенклатуры финансовых акул, вот таких вот лжедемократов, которые себя приукрасили, и КГБ. Как это можно назвать? Не только я не назову это демократией, но я должен сказать, это грязный гибрид, которому даже примера не найдешь в истории. Это грязный гибрид. И неизвестно, во что он разовьется. И кто-то, знаете, с уверенностью, достойно лучшего применения, часто заявляет, будто Солженицын и не писатель вовсе. Это, конечно, абсурд. Потому что Солженицын создает не только свой язык, но и свою архитектонику текста. Его произведения, я давал этот образ, они как дома, что ли, населены множеством обитателей, и почти в каждом из них отражен древний принцип. Это тоже важно для понимания. Что вверху, то и внизу. Солженицын, он вообще очень символичен. Особенно в ранних своих произведениях, ну, например, таких, как знаменитый Матрёнин двор. И вот тут мы должны озвучить еще одну важную мысль. Солженицын, его текст, это вызов не просто государственного, государству или режиму, это вызов самому року, самой судьбе. Да, можно воспринимать знаменитый текст «Бодался теленок с дубом» как мемуары, борьба с государством и так далее. А можно и нужно воспринимать как русскую борьбу Одиссея с непреодолимым фатумом. То есть интерпретация мифа об Одиссеи. Потому что Солженицын и в жизни, и в творчестве, он постоянно вел сопротивление. То он сражался со своей смертельной болезнью, то с коммунистическим режимом, то с капиталистической диктатурой и так далее, и так далее. Он всегда вел свою борьбу. И действительно, это какое-то маниакальное желание жить исключительно своей судьбой и готовность за это биться. Вот что отличает Александра Исаевича. Есть угроза нашей демократии. Скажите мне после всего, что я сказал, какой демократии у нас угроза? Какой? Власти народа? Так ее нету. Она не дана ни один раз, ни одной минуты. Если у нас отнимают демократию, отнять можно только то, что у нас есть. Вот что есть, то можете отнять. Но если у нас ничего нет, отнять ничего нельзя. Мы уже отняли все у народа. Все, начиная с первого Горбачевского дня эры. И дальше все. Демократии у нас не было, и я повторял много раз. Нет у нас ничего похожего на демократию. Когда-то Лев Толстой, кажется, Лев Толстой, сказал, что писатели делятся на две категории. Одни, как личности, выше того, что ими написано. Другие ниже. Это любопытная мысль. Но вот в случае с Лженицыным это соотношение вывести невозможно. Кто больше? Он или его текст? К слову о том же Толстом Максим Горький сказал, что отношения графа Толстого с Богом, как у двух львов в клетке. Им тесно друг с другом. Так вот, случаи с Лженицыным на это сравнение тоже вполне уместны. Александр Исаевич, будучи, как я уже сказал, идеологом-зодчим, всякий раз строил миг вокруг исключительно под себя. Его коммунизм, капитализм, русская идея, все это было глубоко личностным. И оно не могло существовать вне Солженицына и без него. Ну, то есть, грубо говоря, коммунизм Солженицына, если был бы такой коммунизм Солженицына, никогда бы не примирился с коммунизмом практическим, тем, что был. То есть, Солженицын строил свой город солнца, свою утопию. И только свою. И вот, когда мы говорим, что писатель создает миры, то в случае с Солженицыной это необходимо понимать буквально. Да, почти век мы прожили вместе с Солженицыным. Кто бы как не пытался отрицать данный факт. Сам он прожил долгую жизнь, почти 90 лет. Русский писатель должен жить долго. Но вот фокус в том, что о Солженицыне еще будут много спорить, будут пересматривать, воевать за его наследие. Однако, когда мы расчистим завалы, выберемся из-под глыб, то нам еще стоит с особым усердием обратиться к его наследию. Хотя бы для того, чтобы научиться жить независимо, жить не по лжи, создавая и потребляя свои, свои, а не чужие миры и нарративы. На самом деле это очень ценное умение для народа, который все никак не научится жить своей жизнью. сегодня Россия только подступается к этому, к своей жизни. И вот тут наследие Солженицына может быть большим подспорьем. Это была программа Игра в классике. Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, любви, терпения и жизни не по лжи.